Всем привет! Сегодня у нас на обзоре снова нож Апинель но уже Апинель номер 10 У него углеродистая сталь то есть хочу сделать сравнение с ножом восьмеркой вот насколько он больше какая у него разница в длине то есть если это Апинель восьмерка с нержавеющей стали с отверстием для темляка это обычный нож Апинель с углеродистой стали без отверстия для темляка хочу рассказать про отличия между этими ножами они есть не только в длине но есть и конструктивные особенности я специально снял кольцо возьмем сначала восьмерку если восьмерку мы можем в закрытом состоянии блокировать, ну, делать блокировку от раскрывания в одну сторону в сложенном виде в разложенном мы можем что влево прокрутить кольцо для блокировки, что вправо если возьмем нож десятка то такой возможности здесь нет здесь можно так же само в сложенном виде блокировать нож в одну сторону но в разложенном виде уже в две стороны мы заблокировать нож не можем то есть только вправо еще одна особенность снова берем восьмерку смотрим на восьмерку здесь вероблок сделанный по такому принципу что вот эта канавка на кольце сделана для того, чтобы осевой shift он есть такой выпуклый он ходит в этой канавке и как бы из-за этого кольцо не слетает десятки вот этой вот этот осевой винт сделан почти заподлицо с вот этой обоймой и вращение здесь происходит за счет вот этой выборки в обойме и вот такого выступа в кольце в кольце есть вот такой выступ который при надевании кольца на нож помещается в эту канавку и так вот происходит вращение теперь хочу рассказать что будет дальше в этом видео нож куплен в магазине абсолютно новый но с уценкой уценка сделана из-за того что на ноже присутствуют следы ржавчины вот если посмотреть на камеру возможно плохо видно но есть следы ржавчины вот в этом месте ближе к обуху по всему обуху по всей длине клинка с обратной стороны есть небольшая сыпь и на режущей кромке есть вот вмятина из-за того нож продавался со скидкой примерно в 40% что хочу сделать хочу сделать чистку ножа от ржавчины произвести полировку до зеркала и с помощью вот такой ворониловки это средство для холодного воронения металла баллистол хочу сделать воронение ножа чтобы защитить нож от ржавчины и протестировать насколько это воронение будет хорошим для ножей итак приступим итак приступим итак по-английски итак по-английски итак итак Заметил, что вот это место, которое ближе к рукоятке находится, плохо очистится. Думал, как его почистить, в итоге нашел вот такой выход. Просто мы складываем и у нас уже расстояние до рукоятки намного больше и тем самым можно сюда подлезть и сделать чистку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, нож отполирован, блестит. Сейчас берем растворитель, чтобы обезжирить поверхность ножа. Дальше берем баллистол, скрываем баллистолом, промываем водой и так несколько слоев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Согласно инструкции, нужно подождать 3 минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ждем 3 минуты, потом промываем водой и чистой тряпкой смываем остатки баллистола. Итак, прошло 3 минуты. Теперь хочу попробовать смыть вместо воды смоем растворителем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, покрытие держится довольно-таки неплохо. Давайте все-таки сейчас промываем водой и попробуем вскрыть еще пару слоев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После второго слоя, мне кажется, клинок выглядит еще более темным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставляем еще на 3 минуты. Посмотрим, что будет дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покрыли нож вторым слоем баллистола. Смыл его растворителем. Точнее, попытался смыть. Помыл в воде. Сейчас хочу вскрыть третьим слоем. На клинке после второго слоя видны вот такие разводы. Пятна. Я думаю, после третьего слоя они должны пропасть. Плюс масло баллистол, универсальное, должно сделать этот клинок более однородным. Итак, вскрываем третьим слоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждем снова 3 минуты, после чего смываем водой и смазываем универсальным маслом баллистол. И так, прошли очередные 3 минуты. Смыл проточной водой остатки средства для воронения клевер. Теперь хочу сейчас вытереть на сухонож. Вот тряпка чистая. Остатки почти уже не берутся. На тряпке не остается ничего. Поверхность уже более-менее однородная. Есть все-таки какие-то пятна. Но это не страшно. Теперь по инструкции, изделие, которое мы проворонили, нужно вскрыть универсальным маслом баллистол. И дать ему впитаться. Давайте так и сделаем. Сейчас возьму масло баллистол. Напшикаем. И дадим ему немножко полежать. Вот это масло. Все, нож полностью подсох. Теперь вскрываем масло. Равномерно наносим. Можно еще вовнутрь добавить, чтобы пропиталось там все. Меньше влага туда заходила. Все, оставляем нож тоже минуты на три. Пусть полежит. Посмотрим, как поменяется внешний вид после впитывания масла. Итак, прошло три минуты. Масло немножко впиталось. Конечно, все оно не впитается. Сколько нужно впиталось. Остатки мы протираем. И смотрим на внешний вид. Какой у нас получается вид клинка. Как по мне, то пятна, которые были на клинке, заметно пропали. То есть, ну, есть еще там какие-то следы, но они несущественные. Вот такой вид имеет клинок после воронения. Сейчас хочу проверить остроту ножа. До воронения он был очень острый. Забыл заснять это на камеру. Но до воронения он был как бритва. То есть, бумагу резал как масло. Теперь хочу посмотреть, насколько повлияет это воронение на режущую кромку. Насколько нож затупился. Давайте возьмем листик бумаги. Вот у меня есть какая-то такая рекламная брошюрка Сашана. Попробуем порезать. Как видим, режет нормально. Чуть-чуть хуже, чем было до воронения. Но... Вроде неплохо. Вот такой результат мы получили после воронения ножа с углеродистой сталью. Напоминаю, это нож Opinel номер 10. Внешний вид, как по мне, неплохой. Забыл единственное, что надеть кольцо. Давайте сейчас это сделаем. Так, с правильной стороной. Просто берем и надеваем. Вот, все, оно защелкнулось. Прокручивается все прекрасно. Теперь можно не бояться, что клинок будет ржаветь. Защита, как по мне, от ржавчины неплохая. На внешний вид это тоже не сильно повлияло. Конечно, мне нравится, когда вот такой блестящий вид у клинков. Но черный тоже смотрится неплохо. На этом у меня все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, поддержите канал лайком. Всем пока. Всем до скорых встреч.